Очень важно в этой ситуации, знаете, мне кажется, она очень похожа, текущая за полгода 2023 года. Я бы ее сравнил с третьим, четвертым кварталом 2014 года, когда произошел валютный кризис в конце года в России. Почему падает платежный баланс? На это повлияло несколько факторов. Прежде всего сократился экспорт нефти, нефтепродуктов, некоторых других товаров. По расчетам Банка России примерно на 33% упал экспорт и доходы от него в России за полугодие 2023 года по сравнению с предшествующим периодом. Но импорт при этом, в общем-то, не падает, даже вырос примерно на 19%. Это главный фактор. За счет операции с товарным счетом, просто экспорт и импорт продукции, примерно баланс составил 54 миллиарда долларов, в то время как в предшествующий период он был 179 миллиардов долларов. То есть практически в три раза сократились доходы от продажи нефти. При стабильном импорте и даже растущем импорте. Ну, плюс-минус дали некоторые другие статьи. Прежде всего, это баланс вторичных доходов. То есть корпорации начислили больше дивидендов, полагающихся нерезидентам, и некоторые другие детские факторы. Второй фактор платежного баланса, который и раньше присутствовал, это отток капитала. Во втором квартале цифры оказались искусственно занижены, поскольку в оттоке капитала были учтены дивиденды российских компаний, которые выплачивались в самую крупную сумму. Это были дивиденды Сбербанка. По факту, как вы знаете, Сбербанк иностранцам не переводил дивиденды, а эти средства остались внутри России на счетах типа С. Поэтому общий размер дефицита не такой большой. Но тенденция к сокращению и торгового баланса, и сальдо операций в целом, по счету текущих операций, она действительно такая негативная идет снижение. Еще один необычный аспект, связанный с торговым балансом, заключается в том, что в торговом балансе сильно выросла доля рубля и так называемых дружественных валют, а вот доля евро и доллара очень сильно сократились. И поэтому одна из возможных причин взлета курса доллара и евро как раз и кроется в том, что платежный баланс не только несколько уменьшился, но и сильно изменилась его структура. Чем опасно резкое сокращение текущего баланса для курса рубля? Резкое уменьшение торгового баланса естественным образом оказывает давление на курс рубля. Поэтому вот в значительной степени последнее большое ослабление обусловлено не только изменением баланса экспорта и импорта, но и тем, что просто физическое поступление евро и доллара в Россию заметно сократилось. Дальнейшее движение валютного курса будет зависеть от того, произойдет ли пропорциональное сокращение спроса на валюту. Потому что в нынешних условиях, когда значительная часть импорта осуществляется за рубли и валюту дружественных стран, теоретические потребности в долларе и евро должны несколько уменьшиться. Но так это или не так, мы поймем только постфакт. Должно пройти какое-то время, обычно это время около квартала, прежде чем будет понятно, насколько устойчиво нынешнее положение дел и как экономика и экономические субъекты приспособятся к нынешнему положению дел, а именно упадет ли пропорционально спрос на евро и доллар, или же спрос останется примерно на текущем уровне, и тогда стоит ждать дальнейшего ослабления курса рубля. Чем ниже платежный баланс, тем ниже курс рубля. Это необходимо для того, чтобы рыночными методами простимулировать экспорт и наоборот дестимулировать импорт и отток капитала. Поэтому через девальвацию рубля, я думаю, что платежный баланс постепенно будет выправляться, и в случае, если восстановится цена на нефть или снизится вот это санкционное давление, создадутся благоприятные предпосылки для обратного, соответственно, укрепления рубля. Чем опасно резкое сокращение текущего баланса для экономики? Для экономики это имеет несколько последствий. Прежде всего сокращаются бюджетные доходы. И при невозможности резкого сокращения бюджетных расходов, в силу понятных причин, это вызывает рост дефицита бюджета. Рост дефицита бюджета влияет уже на инфляцию, на инфляционные ожидания. Ну, кроме того, конечно, уменьшение валютной выручки влияет на ослабление рубля. И это, в общем-то, сдерживает инвестиции, потому что, если вы не можете ясно понимать отдачу своих инвестиций, скажем, в национальной валюте, то вы будете их придерживать. То есть, в целом, такая ситуация, мне кажется, также будет влиять на уменьшение роста экономического. Снижение ликвидности по доллару и евро грозит увеличением спредов. То есть, мы привыкли, что последние десятилетия спред при покупке валюты на бирже очень и очень небольшой. Но так было не всегда. Те, кто помнят 90-е годы, хорошо знают, что разница в цене в один и тот же момент покупки и продажи валюты может быть значительной. Вот весьма вероятно, что это вернется. Ну, а если будет наблюдаться серьезный дефицит евро и доллара, то не исключено, что мы увидим такое давно забытое явление, как множественный валютный курс, когда для разных потребителей валютный курс будет существенно разным. Пока до этого далеко, но полностью исключить такое развитие событий тоже нельзя. Какие последствия для бизнеса и людей может иметь затяжное падение платежного баланса? Затяжное падение платежного баланса – это также означает какое-то ускорение инфляции. Поэтому, да, для населения это означает сокращение доходов, в реальном выражении. Но тут тоже надо понимать, что чудес не бывает. Если в целом страна оказывается в неблагоприятных экономических или геополитических условиях, то через сокращение реальных доходов, соответственно, происходит удешевление рабочей силы, и компенсация вот этих негативных последствий распространяется более равномерно по экономике. Поэтому для населения, да, тут неизбежно будет происходить какое-то уменьшение реальных доходов. А для инвесторов, наверное, можно подготовиться к этим неблагоприятным изменениям просто за счет перестройки своих портфелей. Импортная продукция будет дороже, ассортимент ее уменьшится, и придется более редко приобретать импортную продукцию. Примерно так же, как было в эпоху СССР, когда большая часть товаров, которыми пользовались россияне, были местного производства. Какие меры необходимы для восстановления платежного баланса? Ну, это, конечно, основное направление – это как-то работать с экспортом, да, потому что в России снижается и добыча, и цена экспортируемых ресурсов. И здесь, мне кажется, что есть много резервов, связанных с переориентацией экспорта, с созданием различных новых хабов, таких вот экспорта сырьевых ресурсов за рубежом, так, чтобы не так дискриминированные были условия для экспорта российских энергонаносителей. В курсе образования эти шаги предпринимаются автоматически, то есть слабый рубль снижает привлекательность импорта и повышает мотивацию для экспортеров, увеличивает экспорт, таким образом улучшая структуру баланса. Но вот в качестве дополнительных мер, наверное, мы ждем повышения ставки центрального банка, для того, чтобы таким образом охладить кредитную активность и повысить привлекательность рублевых сбережений, чтобы не усугублять отток капитала валютные. Редактор субтитров А.Семкин